Здравствуйте, в эфире юридический практикум и я его ведущая Ольга Уланова. Приобрести квартиру сегодня можно не только по 214 федеральному закону, но и по другим схемам. О некоторых из них мы побеседуем с адвокатом, основателем коллегии адвокатов, комиссаров и партнеры Андреем Комиссаровым. Добрый день. Добрый день, Андрей Федорович. Итак, мы говорим о том, что 214 закон защищает, по крайней мере, от некоторых проблем покупателей. А вот защищает ли он их от продаж по схеме ЖСК? Схема работы ЖСК, она разрешенная схема. Здесь следует в первую очередь руководствоваться жилищным кодексом. И самый основной документ, который есть, это устав кооператива. Соответственно, уставы кооператива, они пишутся индивидуально и надо смотреть, что в уставе прописано, какие пункты, и руководствоваться. Хорошо. Преимущества какие-то такой схемы есть все-таки? Преимущества есть. Прозрачность этой схемы. То, что ход строительства, он полностью контролируется всеми пащиками. Ну, вот, скажем так, более-менее это прозрачность. Но здесь, наряду с этим, существует очень масса, много проблем, связанных с ЖСК. Вот какие риски все-таки есть? Первый риск, то, что, что такое пащик, что такое ЖСК. Это, грубо говоря, мы с вами договорились, сложили деньги, решили построить. Мы занимаем строительную компанию, мы должны вкладывать деньги. То есть, здесь у нас нет фиксированного платежа. Сколько надо, столько мы должны собирать. И мы можем примерно рассматривать, какую сумму нам надо. Соответственно, мы должны каждый раз выносить свой пай. Следующий момент. Этот пай должен быть строго регламентирован по времени. Дальше надо смотреть, есть ли у самого ЖСК каких-то проустанавливающих договоров на землю, либо этот договор у них на каких-то других условиях находится, на которых происходит строительство. И в-третьих, такие же обычные риски, когда застройщик не выполняет свои обязательства, когда резко удорожают материалы, строительство и прочее, соответственно, резко будет удорожение квартир. Если мы говорим по 214, здесь фиксированная цена. На момент начала строительства квартира, условно говоря, стоит 100 рублей. Соответственно, она не будет больше стоить, если с застройщиками ничего не произойдет. ЖСК, это, условно говоря, 100 рублей, но она может корректироваться. А пакет разрешающих документов, он такой же, как... Да, естественно. ...при строительстве по ДДУ. 214 защищает дольщиков. А какие законы еще защищают клиентов от возможных проблем с тем же застройщиком? В основном это жилищный кодекс и гражданский кодекс. Это два основных документа, которыми следует руководствоваться. Есть схема, при которой застройщик строит деньги на свои деньги, жилье, а потом начинает продажи. Вот у этой схемы какие преимущества? Ну, преимущества, скажем, те, что вы более-менее конкретно можете получить квартиру, ну, без риска о том, что она стоит. Ну, здесь надо понимать, что в основном эти схемы идут под малоэтажное строительство. В основном, в основном, к сожалению, у людей потом возникают с правом собственности большие проблемы. Почему? Потому что, когда строят малоэтажное строительство, ну, вот у нас вдоль Кольцевой очень много таких вот подобных, это обычный дом на четыре квартиры. Когда его сдают, его строят как просто один дом. Потом, когда документы получены, из этого дома фактически делают там четырех-восьми квартирным домом. Соответственно, соответственно, у людей долевая собственность в этом доме, она не прописана, она не вычленена. Общее имущество, оно не говорено. То есть, это все жильцы договариваются. И, в принципе, да, какие-то моменты, связанные с ценой вопроса, да, эта недвижимость немножко ниже. Но потом, как этой недвижимости распоряжаться, как переводить, это большие вопросы. Понятно. Хорошо. Тогда перейдем все-таки к вопросам с форума. Вопрос от Владимира. Собираюсь приобрести строящееся жилье. Стройкорпорация предлагает договор ЖСК, недалевое строительство. Как проверить, что данная недвижимость не находится в залоге, нет двойных продаж и каких подводных камней можно еще ожидать? В данный момент, если они регистрируют договор в Росреестре, тогда двойной продажи не будет. Соответственно, он должен, как мы говорили, службе государственного строительства, надзора, экспертиза Санкт-Петербурга проверить наличие разрешительных документов. Но еще раз говорю, это работа по проверке документов, работа по проверке юридической частоты сделки лучше всего поручить юристам, адвокатам. Это небольшие деньги, но у вас будет гарантия, что есть специалист, который занимается этим, понимает и это проверяет, и дает вам письменное заключение. Возможно заключение сделки, либо стоит где-то поискать какой-то другой вариант. Я бы лучше посоветовал обратиться к специалистам. Самостоятельно не надо это делать. А договор ЖСК, он также регистрируется в ФРС? Это по желанию. То есть вот здесь такой обязательности, как с 24... Нет, понятно. Хорошо, еще один вопрос от Олега. Что значит на вторичном рынке дом ЖСК? Покупая квартиру в таком доме, что это будет означать для покупателя нового собственника? С чем может столкнуться он? С тем, что он может вступать, ЖСК может не вступать. Практически, практически. Никаких юридических последствий, если паи полностью выплачены, он не несет. Он может иметь только какие-то юридические последствия в плане управления дома, если ему это нужно, принимать участие, как распоряжаться общей долевой собственностью, как уборку производить и прочее. То есть для обычных граждан это никакого значения не имеет. Спасибо, Андрей Федорович. Напомню, у нас в гостях был адвокат, основатель коллегии адвокатов, комиссаров и партнеры Андрей Комиссаров. Продолжение следует...